Проблемные вопросы, часто задаваемые женщинами в отношении крыльяных выделений, что ей делать, поставлять молитву и пост, или искупаться и начать молитву. Одним из них хайт, то есть менструация, это естественное кровотечение, выходящее из утробы в определенные времена. Это мудрость Аллаха и его забота о плоде, который в это время кормится, находясь в утробе матери. И как только женщина увидела кровь, идущую из утробы, то это хайт, и нет у него установленного начала или конца, или определенного возраста. И нет границы минимального его срока или максимального. Все, что женщина увидела периодически повторяющееся, будет хайдом. И чаще всего он длится 6-7 дней. Очищение происходит, когда выходит белое выделение. Эта белая жидкость выходит после прекращения хайда. Те же, у кого не бывает этого выделения, то очищением считается полная остановка кровотечения. При менструации женщина оставляет молитву и пост. После менструации восстанавливает пост, но не молитву. Хроническая менструация, истихада, это проявление крови не в его время по причине болезни или повреждения артерии в утробе. И главное различие хайда от истихады, то, что менструация черная и густая, с плохим запахом, и при выходе не застывает. При истихаде же кровь красная и жидкая без запаха, и застывает при выходе. И основа в том, что все выделения из утробы это хайд, пока не будет доказательства, что это истихада. Так как хайд это основные и естественные выделения, истихада это болезнь, и основа в человеке это здоровье. При истихаде женщина молится и постится и делает омовение перед каждой молитвой. И дозволены ей объединять молитвы Зухар и Асар, Магриб и Иша, для ее облегчения. Но она оставляет молитву и пост в то время, в котором у нее обычно был хайд. У женщины с постоянными хроническими кровотечениями в определении хайда три положения. У нее есть свой график хайда, и она тем самым оставляет молитву по графику, потом купается и делает намаз. У женщины нет графика, но она может отличить хайд от иных выделений по признакам. В таком случае она оставляет молитву и пост, когда видит кровь хайда, и затем купается и начинает совершать намаз. У нее нет ни графика, и она не может отличить выделения внешне. В таком случае она оставляет среднее количество дней, шесть или семь из каждого месяца. А что касается послеродового кровотечения, то это кровь, выходящая из утробы после родов, и нет границы для максимального его количества или минимального, но в основном она бывает сорок дней. Сказала им Саляма, да будет доволен ею Аллах. Во времена пророка, саллиллаху алейху саллим, после родов, женщины не молились сорок дней. И женщине следует изучать эти вопросы и ахкана, и соблюдать их в своих молитвах и поклонениях, чтобы достичь довольства Аллаха и его награды в раю, наслаждения.